Игорь Михайлович, я тут это, смотрю, занятие, тут вопросы такие рождаются, сейчас сформулирую. Когда апостолы выходили учить народы, каким учение изначально было? В своем начале оно каким было, что оно вообще представляло из себя? Христос. То есть то, что сегодня делают мусульмане, в этом вопросе именно, людям дознать о Христе. Они слово Христос на каждом шагу повторяли. Это мы видим во всех посланиях всех апостолов, раб Иисуса Христа, Иуда, Иаков, Петр, Иоанн, Павел, все одинаково начинают доказать, что я теперь принадлежу ему. Не мир, для меня мир распят, и я для мира. И вот заходит он и видит, к памятник стоит, что он говорит, неведомому божеству, неведомому. А о Христе тут не знают, это я о нем проповедую. Вот если бы так сегодня мы это понимали, любой лозунг, вот мне это понятно было, когда я начинал беседовать, любой лозунг, какой я видел, слава КПСС, я сразу начинаю говорить, что означает слава, и второе слово уже о Христе. Я рассказываю, слышал это, когда меня вызывали в Новосибирск, из Барнаула, в школе там, где у сестры учились дети, чтобы учителя согласны, чтобы я пришел и провел занятия с учениками. Но они делают 2-3 класса в один класс, там парта на парту, там садились как... А потом она говорит, а потом через коридор перехожу, другой класс. И вот завуч и говорит, я ходила с вами, все занятия, все время делайте вступительное слово, там о Библии. Но как все разное, вот это, как вы это вплетаете? Я говорю, я захожу и смотрю на стены, портрет какой-то написан, экономика должна быть экономной. Значит, мое задание теперь вплести это слово в жизнь. Вот апостолы точно так и делали. Это делали мы видим и святая Татьяна, Варвара, она зашла, а что там? Баня делают, два окна. Ну ей, девчонки, то какое дело до бани? Это она в тереме сидит, но, конечно, она с сопровождающими была. А почему два? Ну, сейчас солнце и луны, отец-то ваш такой, он верит. Неправильно это, лучше три окна, светлее будет. А почему? Во имя Святой Троицы. Окна в бане, какое отношение к Троице имеют? Вот мы видим, проповедует Паисий Великий, ну, о Христе сказать. А один там неправильно проповедовал. Он ему сделал корзину, проповедует, с тремя ушками. А третье-то ушко зачем? Вообще с Троицы. Ну, на корзине третье ушко сбоку-то вообще никакого отношения не имеют. Вот что значит любить Бога. И они прошли по всему миру. Это было главное для них. Дать знать, тысячелетия обетований Божьих сбылись. К евреям ли? А как известно? Ну, вот Спиридон этот, он Кисляков, с бурятами, который трудился до революции-то. И с ним поехал один еврей в Израиль-то. И он говорит, я, говорит, никогда не видел, чтобы так проповедовали. Солнце бьет, зашло я маленько в сторону. Вот он видит еврея-то. Ну, на шалом. А ну, тот думает, что еврея, шалом, шалом. Он не понимает, что этого шаломника он бить будет. Обнимает его. Да, дорогой ты, брат, тот еще не понимает. Ты-то не... Знаешь, ты веришь? Нет, что Христос-то пришел в Мессия. Тот от него... Да подожди, этот обетованный Богом Мессия пришел. Да фу-то он плюет на него. Он не просто Мессия, а к нам обещанный. К нам, к евреям, к богоизборному народу. Я, говорит, никогда не видел, чтобы так проповедовали. Вот это евреи. Вот они так и шли. Они бросили вызов всей вселенной. И казалось, им никогда не устоять. Они могли бы сказать, им римский император, там, где у них там сенат заседал, христиане что они делают? Плохого не делают. А молятся за императора? Молятся. На жертву приносят? Никогда. А что не хватает? Давайте дадим им разрешение, чтобы статуи Христа сделали и в одну из них поставили здесь. 501-е божество будет. Все, гонений бы не было. И христианство было бы по всему миру распространено. Маленький компромисс с антихристом. Маленький хотя бы. Не пойдет. А что они говорят? Все приносящее жертвы идолам, бесам. Что бесы? Вот оттуда все началось казнить. Но ясное дело, они не выдержат. 475 тысяч было казнено. Так подсказывают историки. И где эти божества 500? Ни одного нету. Где Христос, Кристос, Рыгна? Вот так мы должны все поставить. Любое изобретение, интернет, телефон, что угодно. Все для проповеди Евангелия. И вот тогда будет видно, кто мы такие. Для меня жизнь, тире, Христос и смерть приобретение. Интересно. В латышском языке слово смерть несет приобретение. Такой интересный смысл имеет. Ивна ванес ауглюс. А смерть несет плоды. Понимаете? Давай сейчас семи, даже восьми, Иктрисиас говорит. И хлебы возвратятся к тебе. То есть судный день, день смерти. Это Бог все тебе вернет. Как ты страдал, как ты мучился, как говорил, как путешествовал, как тебя били, как за ноги выволокли тебя. Это все придет. Ивна ванес ауглюс. Смерть несет плоды. Вот у нас написано, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. А в английском языке at the end стоит. Царство Небесное под рукой. Под рукой. То есть оно приблизилось еще неизвестно, на метр или на два. А в английском языке прям под рукой, полметра. Вот в чем весь смысл был проповеди. А вот в первом послании к коринфянам апостол Павел пишет, все же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. То есть апостолы уже тогда предполагали быть участниками учения всего, да? Обетования евангельских. Не самой книги. А книги. Книга, в которой все эти обетования. И Павел говорит, желаю разрешиться. То есть умереть. И быть со Христом. Несравненно лучше. Но для вас важнее, чтобы я остался пока вам нужен отвечать на вопросы и прочее. Вот в этом заключалось соучастником Евангелия быть. То есть всему написанному там. И когда говорится приблизилось царство небесное. Слово царство небесное. И Иоанн Златоу сталкивает Христос. Где царь, там и царство. Христос приблизился, пришел. Вот этот фильм искупления для евреев поставлен. Он небольшой. Видели? Когда он там преломление делает. Который печеный, это раны Христа. Он все обращает. Трава мэрор. Что означает горький? Страдание за него. За любимого, любящего. Быть соучастником Евангелия. Всех обетования. Понятно. Вот на сегодняшний день, допустим, учения одного, учения Христова, недостаточно было бы, да? Так, минутку, я опущусь уже. Они же все-таки учили народы учения Христовым. А на сегодня недостаточно было бы этого? Так оно в этом и заключалось. Подожди-ка маленько подальше. Этого достаточно было? Да? Ну, сегодня сколько разногласий всего такого. А если бы чистое учение Христово? Да вот оно и чистое. Как мне интересно вот сейчас. Я раньше как-то особо внимания не обращал. У меня ничего не меняется. И только углубляется. Я маленькое ответвление сделаю. Вначале я... Главный упор делал на то, что на русском языке надо, чтобы понятно было для народа. А потом я стал дальше рассуждать. А почему здесь? Я понял, что богослужением заменили проповедь. И потом дальше еще проходит время. Я еще больше стал. Я понял, а кто же составил? Монахи. Значит, речь идет именно в них. Они запечатали Слово Божие. А теперь надо как-то людей удерживать. Поэтому вот такую форму дали. Считать никуда в сторону. Со свечей выходить. Свечки ставить. А они ничего не значат. Это абсолютно ничего свечи не значит. Как этот Владимир Головин-то с Болгарой говорит. Ну, это и Каскун, все говорят. Никакой мистический смысл не заложен. Достаточно того, что Христос пришел и сказать людям. Достаточно. Но потом церковь что-то примет. Чтобы только не затемнить. Чтобы вести выше. Вот это нужно ли? Теперь я исследую дальше. Я вижу, где это. Самое сегодня главное зло – это миссия. Миллионерские отделы и сцензорские отделы. То есть все под контроль взять. И что-то напечатать. Нужно где-то в Англию поехать. Там искру выпускать Герцену надо было Александру Ивановичу. Здесь ничего нельзя было. Чем кончилось? Полным крахом. Дайте свободу. В этой свободе люди будут рассуждать. Будут выявлены. Ну, належит быть спором и разногласием Павел говорит. Ни одного слова не разрешал царь. И КПСС не разрешало. Гитлер не разрешал. Эти системы обречены. Свободу совести зажали. А что нужно делать? И спросить Духа Святого. Одна фраза Серафима Старовского стоит тысячелетия монастырей. Стижание Духа Святого. Ежедневно заботиться, чтобы Дух Божий больше и больше мне доверял. Чтобы каждый палец у меня был пропитан этим. Вот его казнят. И в страте, к примеру сказать, палец ему рубят. Как мусульмане делают-то. И он говорит, да будет принята жертва во имя единого вечного Бога. Второе. Это да будет во славу его двух естеств. Он Бога человек. И на каждый палец он припевает. Десять пальцев рубит. И он места Библии вплетает туда. Вот как надо жить. Ну, получается, апостолы так и жили. И основали свое учение на Духе Святом. Вот мы, Александр Трусенко сейчас несколько бесед ведет с этим, с Евгением Потеминым. Вот. Ну и дает мне слушать, в общем, эти беседы. В общем, он основывает свое учение. Как бы не написание. Но он чтит все Слово Божие. Но он все равно основывает свое учение на откровениях от Духа. Вот. То есть он предлагает слушать Духа Святого. Вообще-то это правильно. Но для этого есть преграда. Ну, правильно. Можем мыслить. Шестой Вселенский Собор, 19 правило. Ответ. Шестой Вселенский Собор, 19 правило. Не толковать вопреки святых отцов. Для этого поставил учителями. Об этом написано к ефесянам. И написано в первом послании Коринфян, 12 глава. Поставил учителей. А меня никто не ставил. А вот эти учителя, я к их ногам сел и сижу 50 лет. У Златоуста Василия Великого. Ну, опять же, вот различает Духом. Вот он с ним беседует. Он доходит до того, что он говорит, что троекратное крещение, троекратное погружение мыть ничто. Есть одно крещение, это Христово крещение. То есть, потом он о тысячелетнем царстве. Вот мне открыто, что тысячелетнее царство, оно будет, что сатана не скован. То есть, вот, как бы, ну, есть у него вещи такие, да, вот, серьезные, проникновенные. И в то же время, вот, они, как бы, путаются вот с такими. В общем. Вот, я хотел бы узнать, что. Я еще раз говорю, Шестой Вселенский Собор. Он подтвердил то, что написал Павел. Я понял. Я дальше объясняю. Вот конкретно он говорит. Я понял. Я сейчас по пунктам, которые тысячелетнее царство и другое. Сатана не скован. Хорошо, он не скован. Скажите, а что тогда делал Христос? Я сразу спрашиваю. А вы считали первое послание Иоанна? Послание любви. Ну, да. А третья глава, восьмой стих, считали? О чем написано? Для того-то явился Сын Божий. Для того-то, это цель. Чтобы разрушить дело дьявола. Если он не разрушил, то это был не Христос. А как он разрушил, покажи. А об этом мы считаем уже в шестнадцатой главе. У Матфея говорит. Как кто может расхитить, говорит, вещи, если прежде не свяжет? Христос сходил в преисподнюю? Сходил. Вывел душу, ввел. Как бы Бог эти сосуды вытащить оттуда, если не связал? Вот и ответ. Так, а счет связанный? Мне рассуждать не надо. Павел рассудил. Как дети причастны плоти и крови. Ивреям 2.14. То и он, Христос, он, воспринял он и дабы смертью своей лишить силы, имеющую державу смерти, запятая, то есть дьявола. Так смертью смерть поправ. Было или не было? Любому спрашиваю. Было. Мы это ему докажем в течение всего лишь пяти минут. Если этим словам Писания не верить, не доказать, уже отойди. Все, там закрыто. Я вот назвал четыре места Писания, которые говорят, что Христос его связал. А, говорит, связан будет на тысячу лет. Где связан, там началось тысячелетнее царство. Тысячелетнее царство. Почему, мы спрашиваем, не было Христом помянуто ни разу? Ни разу. Не было в Ветхом Завете, а только в Откровении, в Духовной книге. Почему? Значит, о нем они говорили только в других словах. А какое? Приблизил царство небесное. Это не пища и питье. И дальше говорится, что такое. Оно внутрь вас, оно приблизилось. Вот это тысячелетнее царство, время евангельской проповеди. Архиепископ Андрей Кесарий Кападокийский. И вот не надо, вопреки священно-святых отцов, толковать. Это истолковано. Он тысячелетнее царство ждет. Хилиазм. Это учение осуждено церковью. Я скажу, я против. Позвольте, как я могу сказать, я в церкви. Если он это говорит, это уже не церковное толкование, а то, которое осуждено. И моего аминь там не будет. Он связан. Он не имеет силы. Почему Павел пишет к римлянам 16 глава 20 стих. И сокрушить сатану под ноги ваши вскоре. Только воззови. Избавить от лука. Вот зачем мы молились-то? Нельзя избавить. А он избавит. По моей молитве он его сражает. И нам не просто надо бороться. Как Симеону было показано. Он начал бороться. Руки крест на крест сделай. И он такой огромный сделался, как, говорят, сноп обмолоченный. Он поднял его и грохнул. Сила креста с нами. А тогда и крест они не признают, что там сила. Убрали распятие. За этим другое клонится. Если человек бьется за субботу, вот как от 27 дня, им обязательно нужно доказать, что Христос не сходил в преисподние места. То есть он не трудился в субботу. А он был. А раз сходил, теперь им надо доказать, что ада нет. За этим цепляется что? Ада нет, вечного мучения нет. А всего только суббота была. А суббота-то как раз и указывала на воскресенье. Покой в воскресенье Христовом. Когда начинаешь разбирать, откуда происходит заблуждение стектантов или вот это тысячелетнее царство, тогда ты понимаешь, что за этим очень многое стоит. Не просто понимание, а спасение. Если тысячелетнее царство будет когда-то, и верующая церковь не будет страдать, я окна не буду заклеивать к зиме. А церковь будет страдать ради избранных сократятся те дни. Ради избранных. Значит они на земле, а что сокращать, если их нету? А по ихному церковь не войдет. Она будет восхищена. Один берется, другой оставляется. Я с этим беседовал, может быть, сотни раз в разных сектах. Абсолютно всегда, практически 100% соглашаются, когда рассказываешь. Сегодня или завтра. Это самое дохлое место у них. Игорь Ильич, а что получается тогда? Надо будет опять людей выводить на суд, да? Души на суд надо опять из-за этого выводить. Написано так, говорит, и все предстанут на судище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в жизни, доброе или худое. Второе, Коринфянам 5 глава 10 стих. Об этом говорят все святые отцы. Я беседуюсь с сектантами и говорю, скажите, вы книгу Даниила, пророка, признаете? Ну, конечно. И написано, перед престолом подчищет огненная река. Зачем она? Ни один еще мне не ответил, ни один. За 53 года. А Ян Затус объясняет для чего. Всем надлежит пройти по этой реке огненной. И праведник выйдет, как золото будет блестеть. И над ним написано, святой, болезненный, там, что там над тобой будет написано. Главное качество выделяется. А грешник выйдет, как обгорелая головня. И когда говорится, кто одну из малейших заповедей нарушит, это 5 глава, 6 глава Евангелия Матфея говорит, спасется как бы из огня. Но все-таки спасется. Не спасется, то есть не уничтожится. Малейший, значит, ничтожный. И будет брошен в огонь вечный. А адвентисты говорят, он как солома сгорит, у Малахия написано. Не сгорит. Останется человек вечный. Подобие Божие не сгорает. А как понимать вечность? Понимать так ли, как мы понимаем, как все действительно бесконечно. Или как понимать, как понимал Оригин, судный день покажет, спорить не надо. Но церковь настаивает, чтобы мы верили, что они бесконечные. Осипова книги монахи тронули. Временный огонь создали под ними. И вот здесь так все пристанут на суд. Чтобы всему миру было явлено, кто ты был. Какой ты подходишь к реке. Какой ты выходишь. И все благодатью. Я вот беседую с любыми эритиками. Я говорю, скажите, явится небе знамение Сына Человеческого. Что это такое? Христос. Все согласны? Да. Я говорю, а дальше написано. И затем явится Сын Человеческий. Говорят, я на благо. Что за Христом Христос явится? Нет. А что? Крест животворящий, Ян Златооз говорит, который будет тысяча раз ярче солнца. Крест. И три причины, почему крест явится. Он не просто сказал. Первая причина. Чтобы праведник, который воскреснет на кладбище рядом с несчастивцем, с гонителем, с убийцей, увидев крест Христа, он понимал знамя царя, и за ним царь идет. Ободрился. А несчастивый, который воскреснет, чтобы увидел знамение, знамя царя, убоялся и для славы Христовой. И третий для прославления. Прославь меня, Още Славою, которую я имел прежде бытия мира. Первосвященническая молитва Иоанна 17.1. Вот причина какая. Когда вы говорите, сектанцы соглашаются, в эти вопросы 100% соглашаются. А они сейчас на молитвенных домах почти везде заменили на крест. И мне говорят, благодаря вам это у нас. А мы ставили там. Я говорю, а что ты ломик-то поставил? Да это перст, который указывает на небо. Да какой перст, ломик? Лед долбит. А сейчас крест поставили. Ну, четырехконечный. Ну, он равен. У нас на просворах четырехконечный, на ризе четырехконечный, шести-восьми. На деле-то он был шестиконечный, конечно. Но церковь приняла. Эти вопросы, ну, просто обкатаны уже. Если он не знает учения о Троице и не верит, это ничего не говорит. Можно молиться, чтобы Бог открыл. Он говорит, мне открыто, что они вместе, ну, Троица вместе не могут существовать. Они раздельно существуют, а вместе они не соединяются. Ну, это ладно, это вопрос такой. В общем, есть какой вопрос еще? Что вы можете сказать по тому, допустим, ну, храм последний был, божий храм был разрушен, да? Да. Вот. Сегодня православные возбирают храмы на каком основании вообще, если они не божьи, не божьего установления? Ну, красиво. Зачем свечи ставят? На каком основании мы храмы сделали? Никакого основания нет под это. А под храмом основания нет. Кроме того, что это красиво, хорошо и привлекает людей, чтобы видели. Больше нету. Храм один только был, храм Иерусалимский. Второй, который после Соломона Заравель построил, и третий антихрист восстановит. Все. Ну, первые христиане где ежедневно собирались по домам, в пещерах там где-то. А храмы пошли от Константина, когда открыто уже дали. Ну, красиво, что скажешь-то. У нас луковка. А у этих-то, у католиков какой шпиль-то стоит, какая высота. У них там иногда бывает петух стоит. Что петух, они за Петра держатся, главное это Петр. Вот Петру Бог сказал на этом камне. Я говорю, вы забывайте, что он сказал, отодеть меня сатана. Вы посоветователи сатаны тогда? Им не нравится это. Он никого не сказал сатана, только Петру. Это все скрывается. Поэтому храмы, а что именно вот так строить и все, это искусство. Человеческое искусство. Но камня на камне не останется. И что туда бросили все силы, и они пустые стоят, да еще под ними полумесяц сделают. Это показано, как в Сербии он ломает крест, а в полумесяц уже готовый. Все, в мещель заходите, молитесь. Все равно объясняют и служение, и все таинство. То есть они все равно же прообраз имеют какой-то. Всего же есть пояснение. Я спрашиваю ежедневно, собирались по домам, ничего этого не было. Но оно у нас есть, но только закрыться дубовым иконостасом не было. Посмотри в Киеве как. Барьерщик маленький на метр высоты, как в греческой церкви, все открыто, как у католиков. Они не прячутся от народа. А то наши попы там балагурят с той стороны. Как это у меня рассказывает один священник. Ну, я могу даже называть имена, но не знаю. Говорите, это Максим Кроха, архиепископ омский. И он давал магнитофон, чтобы ему там записали. И он где там не был в соборе-то, ну, а послушать-то охота. А они включили раньше. И тот разговаривает, а ты где там достал карбюратор-то? А то попы там внутри. Ну, я там был. А в воскресенье там барахолка на том месте, на этом. А мне вот надо вал там как подремонтировать. Они разговаривают. Архиерея и отдали, даже не проверили. Ну, Максим-то этот архиепископ, ну, на ковер их. Это в Ростоне у Якуба Колоса написано. Дьякон говорит, вон, мем, пока тянет. Тот спрашивает, да ты телушку-то продаешь? Он говорит, да. Опять это, помолимся. Пока пауза, он говорит, она у тебя покрылась быком-то? Покрылась. Разговоры все какие ведут. Оно ничего не изменилось. Там телушка, а здесь машина. Они скрылись, а когда на народе-то ничего этого не сделаешь. Это видно уже будет. Я был у католиков, смотрел. Он сидит, маленькая ниша такая, полуниша. И он перед народом сидит. Вот такое, чтобы так одежи надевать, застегивать пуговки. Такого нигде нет, только православие. Это религия обряда. У католиков вот он. Вот такая вот маленькая есть тут перед ним. Ну, видели, как сейчас протестанты так делают. Почему посыльные князя Владимира шокированы были? Мы были как на небе. Они избрали-то почему? Какое небо-то, когда они неверующие? Языка не понимали. На языческом небе были-то они. Они язычники, они... Что они, на небе были, что ли? А вот как вышли, как запах в нос ударил им. Может быть, дали дальше что-то пить там. Я не знаю, что там было. И даже были все пять органов щу задействованы быть. Ой, приехали, мы как на небе были. А если бы, говорю, рядом на соседней улице, им сказали, тут еще одна вера есть. Они же мусульман были. И там апостол Павел говорит пропой до утра. Приняли бы они? Да не в жизнь. Да говорил бы понятно, чтобы они поняли. Вам надлежит покаяться. Вы распяли Иисуса Христа. Да ни один бы нету. И князь Владимир бы не принял. А он пришел-то за невестой. Не отдадите невесту? Разгромлю. А мы не отдадим там два молодых брата, басилистские назывались, если не примешь крещение. А как? Ну вот там бочку-то и нарисован в бочке он сидит. Они-то все это такое... Раньше писали. Князь Владимир говорил, кто не будет креститься, тот мне не друг. Я говорю, неправда. Эти слова он не говорил. А сейчас пишут. Он сказал, кто мне не крестит, а тот мне враг. И рядом вот с таким огромным мещом стоят такие русские богатыри. Ну еще говорить дальше-то что? Когда родного брата Иерополка не пощадил, убил их жены. У Соломона было тысячи, семьсот жен, триста наложниц. А у этого было две тысячи. В каждом селе. И однако жизнь-то изменилась. Действительно так. Но веры-то евангельской не было. И монахи привезли сундуки Ладана, пошли штыковые лопаты и горы копать. Почему не сказали, бересту драть надо с берез, писать Евангелие, разносить? Другая Русь-то была бы. И революции бы не было. И мусульман бы не было здесь. Сегодня распространяется Слово Божие. Но мы же не видим поворот никакого. А все хуже и хуже. Понимаете, упущен... Я думаю, и тогда так было. Опущен момент. Был такой у баптистов, Карев Александр, очень сильный такой проповедник был, братский вестник, журнал он их. И он перечисляет дальше, какие у них тут приезжали, Пашков, Редсток. И говорят, это те говорят, тех времен, более благоприятной почвы для евангелизации, чем в России никогда не было в мире. Неудовлетворенности евангелия не было. А вот эта жажда в леса шли на болота, закапывались горы, шли в пещеры. И на это только бросились теми, и сразу смотри, как бурно шнудизм начал развиваться. Живое евангельское слово. Вот момент. А он был упущен, когда простой русский народ мог принять. А евангелие-то не было дано. Оно переведено через тысячу лет только было. То есть в простоте, да? Да. Народ уже... В простоте, вот, говорит. Сейчас народ непростой. Мусульманства не было. О чем пишет Андрей Кураев, говорит, за 600 лет, Мухаммад-то умер в 632 году, ни одного Кирилла Мефодия не нашли, чтобы послать туда Таурегам. Ни одного. А брали налоги с этих народностей. И встретились уже только с мещами под стенами Константинополя. Там Сул-1 придет, наведет порядок. Поэтому я говорю, больше виныща на монашестве нет ни на какой организации. Нигде. Запечатали слово. Туда в монашество шли не дряхлые. Молодежь. У Пахомия 11 тысяч монахов. Да 11 тысяч проповедников-то пошло бы. Ну, неужели ни один не обратился бы? Пустыня потряслась бы. И вот когда Феофил, архиепископ Александрийский, пришел свергнуть Златоуста, и он искал братьев долгих, и послал воинов на Павилу, искать их найти, потому что они за Златоуста проголосовали. Их нет нигде. И они попутно убили. 10 тысяч монахов зарезали. По повелению патриарха. И патриарха, притом даже порицания не было вынесено. Монахов православных. Вот оно какое православие. А свержение правителей в Греции, я не могу точно сказать, мне данные как-то давали, я не записал. Из 30 правителей, кажется, 20 были только умерщлены, все православные. На престоле. После крещения уже. Но мы приняли эту веру, это не евангельскую. И когда я об этом говорю, Андрей Кураев сказал об этом. В литературной газете статья была, миссионер 21 века, когда его еще не гнали, лет 10 назад. Я об этом везде говорил. Были местности, где монастыри по 50 тысяч. Учитывая во всей Римской империи всего 120 миллионов было. Это надо представлять. И государство начало разваливаться. И поэтому там гангские, анкирские соборы начинают проклятиями все это монашество гвоздить во всех сторон. Они ничего не хотят говорить. Как? Если человек ради благочестия оставляет жену, да будет под клятвую, то есть под проклятием. Проклятый. Дальше. Если оставляет отца и мать, да будет под клятвую. В монастырь ушел. Под клятвую, проклятие таким. Если оставляет детей ради благочестия в монастырь, да будет под клятвую. Все приостановилось. Империя разваливается, начала от монашества. Вопрос такой. Мы сегодня так легко вот прикрываемся, да? Говорим то, что у нас рукоположение от апостольских времен. Ну, я вот считаю, такой правомерный вопрос, да, человека неправославного. А насколько можно отследить сегодня вот это рукоположение, да? Да. Это есть книга. У меня она у нас, книга. Владимир Русак ее издал. Прямо перечисляется. Андрей. Мы от Андрея православный. От Андрея. Брата Петрова. И кто рукоположен и по порядку идет. У католиков рукоположение показано. И с какого по какой год он был архиереем. Кем рукоположен. Доказывать еще не надо. Это литература. Но, которая уже ближе тут со времен князя Владимира тут уже русские имеют. Ни одного епископа за 2000 лет не было у католиков не связано с апостолами. Ни одного такого не было ни у православных, ни у у река Григориана Армян ни у коптов ни сирийцев. Вот пять, которые абсолютно точно имеют доказательства. Но, когда мы считаем книга Ниеми, они возвратились из пленения. Там перечисляется там махышал какой-то. И у него не было найдено родословное. Не мог доказать. Запятая. И они были исключены из священства. Как сектанцев сегодня к церкви не относятся. Православие да. Во всех видах старобрячество и где есть священство. На сто процентов. А то были у православных священники и женщины ну бредня. Что интересно, англиканская церковь доказала, что у них рукоположение идет от апостольских времен. И перед самой революцией стоял вопрос об объединении с русской православной церковью. Революция помешала. А сегодня у них там и женские уже пошло и неизвестно что. Вот с кем русские были близки прям вплотную. Они хотели соединиться. лозунг такой поддерживаете, что не православие, не спасение. Конечно нет. Я считаю это, ну, прости, что я это скажу. Некоторые говорят Россия для русских. Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, это говорят, говорят, придурки. А куда нам девать Татарстан? А куда девать евреев? Куда буддистов для... Так с чего империя это русская была? Россия для русских. Да где это видно? Тогда русских гнать надо везде, и в Израиле, где живут и иудеи для иудеев, Турция для турецких, болгары для барганских. Так что ли? Мы должны ждать ответные меры. И нигде этого нету. Россия для русских. Россия для всех открыта. Тут никто не был лишним. И мы так и должны понимать. У каждого есть хорошее, талант, особое качество народное, там как-то менталитет. Нужно оттуда брать. Брать. Вот у меня детский лагерь. Детский. Что там? Какой там лагерь? Но я объясняю, почему у нас слово канзё в авторитете. Канзё японское. Никогда не пищать. Никогда не стонать. Выдержать. Это выдержка. Решимость. Канзё. У нас вот если, говорит, ребенка при ней приведут, а ему с детства это вдалбливает. Канзё это значит японское национальное. Поведи его в статематологический кабинет, а как он извивается. Ну и он такой же. А мать его не уговаривает, что ты это, конфетку дам. А она на ухо говорит, Сакё, а где твое канзё? Он сразу ободрился. Не боюсь дергать и зуб. Вот как. Национальное. Многое хорошее. И в Англии везде есть. И у русских есть, что другим дать. А у русских ещё известно. Рубаха парень, на растопашку, последнюю, режь последний огурец, пошла такая пьянка. Ну и вот мы известны всему миру. Но благодушие, радушие у русских людей, особенно у сибиряков, это уже вошло в норму. Здесь все были, потому что много, ссыльных было. Ну, как говорится, тоже отдаётся это поколение. Вот у нас отец безрукий с войны. Десять ребятишек. А с отцом, с матерью ни одного класса нету. Только своим горбом. У отца разрешали держать, допустим, пять овечек. Больше нельзя. Помешает. И отец пасёт и уже говорит, полбарана, если пропасу благополучно, обед даёт. Развести тут беспризорные старушки. И мы это носили. Мать напишёт пироги или что-то приучала к этому. Это широта русской души. Я считал у немцев, я поверил в это. У них говорит так, даже если сын идёт к отцу, он должен отцу позвонить сначала и пообедов у него заплатить за обед. Получается так, что границы церкви невозможно обозначить, да? Мы не можем дать определение церкви. Границы церкви только я для себя это взял, никому не навязываю. Там, где есть рукоположение от апостольских времён. Но там могут быть и ереси. Но она церковь, превратившаяся в ересь. А где нету этого, там и нету, это надо получить. Я реально это разбирал, разговаривал всех Б. Соединённый Совет Иванович Кристиан Бапистов, Маловузовская, 5, Москва. На все эти вопросы. И они сделали расследование, добился. Они поехали по Европе, начали разбирать Менонитов, ну и конечно солгали, что мы от Мартина Лютера, а он был епископ. Он не был епископом ни одного дня. Был монах, может быть даже и священником в конце был, не знаю я. Но дело в том, что он не был. И от него, он не мог никого в руку положить. Не было этого. И Симон Сменон тоже никого не мог. Он был священник всего лишь только католический. Не было. Вот это тоже удивительно. За 2000 лет ни один епископ не перешел в сектанты. Вот это Бог хранит. Я им говорю, я беседую, допустим, вот сидят епископы, я в Синоде присутствую. Мне многое пришлось видеть. Я говорю, вы хотели, чтобы баптисты обратились? Конечно. Ну а как вы считаете, хорошие граждане, замечательные, не пьют, не курят, какие семьи у них большие, настоящие работяги, верные в семье, то есть перечисляют правильно. А что мешает им стать таким? Ну видите, им иконы, там идолы. Я говорю, если я договорюсь с ними, что ни один не будет говорить иконы идол, но без икон, могут спастись. Тут русские уже начинают колобродить. Да не было икон никаких. Это сегодня там Луке приписывают. Он врач был, иконописец. Ну если был, да был. Но не может мое спасение зависеть от иконы. Икона только мне костыли. Она помогает мне ближе приблизиться к Богу. Я не могу, у меня икона всегда, тут целый угол в иконах. Я смотрю как-то и, ну я воспитан в этом с детства. Ну, а если вот без ризы, можно ли служить? Филонь. Да филонь это плащ обыкновенный. А вот сегодня, как и Петер Ахиль, там начинает он накладывать. Это полотенце обыкновенное было пот вытирать. Ты прочитай происхождение этого, откуда идет. А после из него сделали уже священную, сакральную одежду. Но рукавников нет, служить нельзя. Что вы думаете? Служить нельзя, если веры нет. Вот, лежит скованный Лукьян, а уже в обыщи вошло, что мощи надо для литургии-то. И они в тюрьме. А где мощи? Он вот так вот, кладите сюда, ставьте сюда. Здесь мощи. Меня завтра казнят. И все смирились. Как воины и сынецки. Крестить надо обязательно мира. А в ссылке? Крестить, а мира нет. Что же делать? А потом, ба, так я же епископ. Это мира заменило возложение рук епископа. Сам себе засмеялся, вот это заслужился. И давай накрещаемых руки возлагать. К слову сказать, воины и сынецки, мощеных, крапленых вообще ни за что. Не было никакого крещения. Обман. Игнатия-то ничего не придумывают. Афонские монахи вообще не признают. Его не было. И слово перекрещивание, оно отсутствует. Его нету. Обман. Это так. Так всегда и было. Но это понятно. Крещение, вот краплением, они не признают. Но если обильно человека обливают водой, допустим, можно же признать это крещение? Да, можно. В трех вариантах. В трех. Клиник, такой, как ты. Второе. В тюрьме и в степи у татар в плену, где нет воды. Но должен быть раздет до гола и минимум три ведра на него вылить. Обливание, а не просто лоб помощить. Тут не надо лукавить. А вот дедаха сказали. Ну, дедаха говорит про точную воду, если нет. Конечно, обливание, обливание снова до головы. Конечно. Написано обливание. Но, который вот клиник болел и его обливание, то в священнике, канон говорит, его не ставить. То есть, он под ножом пришел, недобровольно, от болезни. Но, если будет благочестивый, если никого нету, ну, тогда можно. Я считаю, вот церковь, очень мудро все поступает. Разумно. Именно так и надо. Меня особенно тронул один канон, когда жена с мужем оба верующие, а муж очень ревнивый. И она на исповеди сказала, сатана попутал, как Феодору Цареградскую. Я впала в грех. Но открыто ее отлучить нельзя. Муж сразу увидит, она выгнана. И он разузнает. Поэтому ей разрешили только в одном случае стоять с верными, но не причащаться. А муж не будет, он не всегда приходит-то, чтобы он ее не убил. Все это обдумано. Нам думать не надо. Ко мне приходили сектанты, руководители. У нас впал прелюбодеяние, проповедник хороший. А как сделать? Как я? Да это написано, открывая правило такое, это апостольское. О, так мы не можем. А вы что? Ну, мы ему запретили три месяца проповедовать. Потом опять приходят. Я говорю, Алексей, я вам говорил уже, что ты искушаешь? Его надо извергнуть, прелюбодея. Извергнуть? Так он опять пал в грех. Да не сознавался. А уж она пришла сама, прелюбодейка, и сказала, ну еще теперь делать. Да ну еще не делать. За хвост да в яму. Такого раз борозды долой. Я приехал в Америку, а мне говорят, тут, говорит, радио проповедник был хороший. Но седьмая заповедь была нарушена. А он проповедовал. Вы знаете, вся Америка все смотрела. Так он выйдет, ему давали там по пять минут или сколько, он плащет. И всю Америку разжалобил. И все стали писать, чтобы его приняли. Видите как? Немножко тронули, и ототронуло во всей Америке, мне говорят. Ну выступает программа очень известная. И как приняли? Приняли. А через сколько-то? Я, говорит, не знаю, но главное теперь он проповедует опять. Привет. Чуть не забыл я. В общем, мне звонил из Америки. Как же я не могу вспомнить, как его зовут. Сейчас я найду. Отец Аким у него... Нет, другой. Отец Аким у него останавливался. Когда отец Аким был в Америке, он у него останавливался. В общем, Дотиков? Он был. Он говорит, я... Дотиков? Нет, отец... Сейчас я скажу, как его зовут. Нет. Он сейчас диакон. Я сейчас скажу, найду. Сейчас как его зовут. Немножко неважно. И что? Антон... Антон Кузнецов. Не, вы передайте отцу Акиму. Он передает привет. Он сейчас стал диаконом. Он говорит, я был алкоголиком, а после приезда отца Акиму у меня в жизни все изменилось резко. И он сейчас служит диакону. Кузнецов Антон, да? Антон Кузнецов такой. Ну, хорошо. Да. Он, по-моему, из Джорджии, что ли, не помню. Да, добро. Благодарю. На вас выходил, он спрашивал там данные кто-то, или вы у меня спрашивали его, Василий. Иван Иванов, он подписывает. Я с ним общался. Мне просто... Я с женщиной там со мной познакомился с Америкой. Мне нужно было узнать, где найти, ну, приходы зарубежников в Америке можно. Ну, вы поговорили с... В Лос-Анджелесе. Как он вам показался? Чего? Ну, конечно, Америку он любит сильно. Мне это не нравится. То, что он вот приводносит Америку. Там, говорят, там все Ротшильды, Ротшильды, там Барборги, все уезжают от Америки. Они ждут, я не знаю, этот Елустонский вулкан активируется. Там они спешно покидают все вот эти богатеи, все спешно покидают Америку. То есть ждут. Они, говорят, там одной ракетой, вот сегодня у России какие ракеты, вот эти стратегические. Одной маленькой ракетке хватит вулкан в этот докинуть, чтобы ее активировать. Целый вулкан живу, всю Америку погубить. Сейчас интересно. Данные-то дали такие, что в советское время подводные лодки выходили там с водолазами и где-то заложили около 9 атомных бомб вроде бы. И если их одновременно дадут сигнал, взорвут, 3 четверти примерно Америки сметет океаном. Это они выходили, эти подводные лодки, когда была экспедиция, исследовали Марианскую впадину. Никакую впадину, говорят, не исследовали. А закладывали вот эти заряды туда. Ну, чтобы потом мотивацию такой Америке давать. Ну, дело Божье. Пугать ее, в общем. Дело Божье. Мы не можем радоваться смерти ни американцев, ни русских, ни кого. А написано, что Бог дал время для покаяния. Да, конечно, нет. Люди-то, они и в Америке хорошие люди. Я вот тоже общаюсь с людьми, все добрые, все нормальные люди. Племянник мой, сестры мои родные. И они, два брата, и закончили Гнесинское это училище там музыкальное. Ну, одна сестра их вышла замуж, потом вторая тоже там нашелся, и он туда уехал. И на неделе мне скинул материалы, как там служба идет, когда архиерей приезжает, а он руководит хором это, дирижирует, с мышечком пряжет, ну, пение хорошее, просто высокое. Все-таки много значит, когда у человека талант есть на это. Да, конечно, таланты надо, самое страшное, что еще люди в себе не открывают эти таланты, так и в себе или хоронят эти таланты. Да. А мы даже не знаем, я вот слег, я вот слег, у меня ни руки, ни ноги не работают, да я все столько талантов открыл, я даже и не предполагал. И, оказывается, и сайты могу делать, и то, и все, и третьи, и десятые. Тупо не ленись, только открывай. А я в молитву вкрапил у себя, ежедневно мы молимся, Господи, помоги мне раскрыть все мои таланты, чтобы приносить плоды. А одной ногой, говорит, уже на той стороне, а все еще молю о талантах. Тут одной стороне еще неизвестно, если вы говорите, мать жила до стальки лет, до больше, чем 80, что потенциал-то есть. Так отец-то у меня в 75 умер, ну, правда, он был истерзанный, прежде, вы говорите, безручный. Отец, он отец, во-первых, истерзанный, во-вторых, во-вторых, ну, этим, подвержен был, там, порубам всяким, он же, наверное, курил, да? Нет, не курил, он не курил, а выпивать выпивал, раз в году, может, два, когда отпасет скотину-то, но у русского, как отблагодарить, подать, ну, и естественно, что овцы хорошие, овцы жирные, все целые, и он подаст, ну, и к концу-то, когда раздает овечек, он уже готовый, он в этом деле, меры не знал, отец у нас не пил, какой, 10 ребятишек, еще бы мы как жили-то, никак, вообще в рот не брал он, вообще не, а мать из себя сделает там, это, а у пчел, когда там бывают такие, с пергой, и настаивает, это не медовуха, но очень же, она такая, темно-коричневая, на меду, очень хорошая, для здоровья, вот, и поэтому, перед обедом, у него это было, но это не пьянка, и его даже незаметно было, он очень был крепкий у нас отец, очень крепкий, а одной рукой, он колол такие чурки, через себя перевернуть, ударить-то, наши приехали, у меня, я в нашем, в нашей природе, у нас 5 братьев, я самый маленький, рост там, метр 72, а другие там, вот попутно сказать, пришлось, они приедут, ну и соберутся, там, двоюродные братья, привезут дров, суковатый это, и колют, и говорят, покололи, ну отец, ну давайте ребята складывать, а брат уже уехал, москвич был, а там чурки-то эти лежат, суковатые, о холера, это не могли, говорит, они их расколоть, ну и правда, видно, они пытались, а береза суковатая, трудно, они туда топоров насажали, топоры там торчат, а отец все топоры вытащит, и одной рукой все расколет, он молодой был, когда в людях нанимался, он знает, где эта маленькая щель, куда идет сущок, у него в этом вопросе, целая система была, но, говорит, у нас старик был один, когда, говорит, мы кололи, а он стоит, у него правая рука была, правая была целая, а он когда молодой был, нанимался, ходил, и, говорит, молодой старик, мы, говорит, колен, я, говорю, что, пахом, помогаю, он сильный был, а пахом-то, какой сильный был, он на мельницу привез муку, а баки, буки-то заортажились, ну и видно, бык-то головой-то его мотнул, его сбил, или что там, так он, говорит, его ухватил, там, за ноздри, как кулаком-то ударил, бык с копылков долой, какой был народ, быка, завалил сразу, но он не убил его, народ был сильный, мой отец, когда был, он, не дрочу, но если случалась драка, про него говорили, он говорит, бьет только один раз, на любого собьют, и мать за такого пошла, а старикам-то, дед материн, это Егор Иларионович, мамин, и они отца не любили, за это дело, то они были глубоко верующие, отец просто признавал, да и парень такой был, ну а мать бегом ушла, это называется самокруткой, и они отца зазирали, а когда остальные это дома, три дяди, это Макар, Филарет, Мануил, на фронт были, все артиллеристами погибли, под старость пришлось к отцу, и отец мне как-то говорит, они меня не хотели, все еще помнил, а теперь она у меня старуха-то лежит, и я ее даже старой каргой ни разу не назвал, заслужил себя, не знаешь, где придется, говорят, соломки постелить-то, они никогда не думали, а деду говорили, ой, Егор, а как ты будешь сыновей-то женить, в рот-то не брали алкоголя-то, как женить, да все он бедский был, все, как Бог даст, а их всех взяли, неженатых, и все погибли, война женила, с вами это, не соскучишься, знаете, когда вот узнает старообрядство, старообрядец, не старообрядец, мне говорят старообрядец, ни одного дня я не был им, таким, какой должен быть-то, если у человека есть юмор, и он на 100 верст к старообряществу не подпустит, а он ни одного слова не может вывести, чтобы правильно было, вот у меня книга, и там написано, сидят старообрядцы, ко мне в лагерь детей отдают, пока не знают старообрядцы, старообрядцы, книг они я нам отдал, они его задолбят, а они у меня два ребенка, а ребятишки хорошие, и что если писать, только по-старославянски пишут, а сам еще в школу не ходит, главное это вот, ну мы все так молимся-то, и вот они сидят на крылечке, и с ними сидит одна наша сестра, она на радиовещании работает, и беседует, и она, я сказал, такой-то, такой-то, Илюша и Рома, а они беседуют тут, отзыв старообрядцев, какой сразу, ни коньяни, всегда старообрядцев ненавидят, даже ребятишек в храм не запускают, а это до службы, до службы, вот любое дело, какое бы ни было, вот возьми, Песков приехал туда к ним, Василий Михайлович, про природу писал-то, ну и стал разговаривать, и поэтому, Карп Иосиф, очень спустя говорит, а вы знаете, что война была, какая война, да с Германией, в отечество, это что, опять германец пошел на нас, так это, Петру проклятия, он с немцами, с немцами якшался, Петру проклятия, он говорит о Никоне, как будто у него за стенкой живет, вот вообще удивительное дело, у меня рядом один человек, есть из старобрядцев, ну рядом живет, за стенкой, за всю жизнь, ни одного юморного слова нету, никак, не проходит, вот простое дело, стоим во дворе, Пасха, Христосовались, ну все, служба прошла, все веселые, но у меня голуби в воздухе, там разные породы, кувыркаются, и стоит этот человек рядом, я говорю, ты посмотри, ну посмотри, подними голову-то хоть раз, ну посмотри, какая красота, они белые, голубое небо, как вата, только голубей любят, а мне никакого внимания нет, ревность голубям, голубям ревность, даже не придумаешь, кошку глажу, какой у него мягкий-то, кошку больше любишь, чем меня, что могу сказать, даже не так, я голубей люблю, и тебя люблю, ну что ты зря-то, я тоже, у меня весь род, ну по отцовскому роду, старобрец, а я вот первый, в Никонянской вере крещён, вот, я замечал такое, у меня, у меня и дед, и отец, они вот, шутки вот эти, они не любили, всякие вот эти, так это не шутки, это обыкновенное, мы стоим, я бросил хлеб, а голубь, он есть не умеет, он вот так вот клюнул, и рванёт, что оторвал, а кусок куда улетел, он даже не видит, это глупая-глупая птица, голубь-то, Израиль глуп, говорит, и прям как голубь, писание-то сравнивает, не с курицей, хотя курица не птица, баба не человек, а воробей подхватил, я говорю, ты посмотри, что воробей делает, насколько он умнее, ну улыбнулись мы, мы не смеялись, рот не раскрывали, зато, говорит, рот не раскрывай, чтобы сатана не вскочил, говорит, ну можно же хоть маленько, как-то расслабиться, ну пришли к Антонию, издалека монахи, а он рассказывает им, рассказывает, ну и братья-то улыбнулись, а человек сразу, именно старообрядец, он говорит, брат, ты наверное соблазнился, да, я такую даль шел, искал серьезную жизнь, он говорит, а ты кем был, охотником, он дал ему лук, то гни его, согнул, а еще можно, говорит, да, а еще дальше нельзя, говорит, он сломается, ну так и характер человека-то, ну, ну посмотри маленько, что они сделали, а нужно только сидеть, а ветер, а камыш шумит, нельзя слушать его, камыш шумит, нельзя слушать, вообще, камыш, и она живет на берегу Нила, какие разливы, какие восходы, заходы, монахиня, 30 лет, и ни разу глаза не поднялась, чтобы увидеть, какой восход, заход, нельзя, Богу это не угодно, да откуда же, когда посмотри на солнце, на небо, Давид говорит, все славит Бога, ну почему вы решили, что Бог против своего творения, когда сотворил, и все хорошо, ты поудивляйся, Златоуст говорит, как ты устроен, какой воздух, какие звезды, сейчас обнаружили звезды, недавно, вот на неделе, говорят, кажется, 9 миллиардов световых лет до них, а что такое световой год, со скоростью 300 тысяч километров в секунду идет, это Бог сделал, а там никто не знает что, самому-то интересно, и страшно делается, бесконечность, и во времени бесконечность, ну, сожмись хотя бы, а потом расправься маленько, посмотрел где-то на ребенка, ребятишки маленькие играют, горошинку катает, засмеялись, ну улыбнись с ними-то, нельзя, Богу так не угодно, как этот, у Карпа Осипа сейчас, сын, Савин, звать, он никогда, говорит, не улыбался, это Песков пишет, и спать только сидя, почему так богу угоднее, почему богу угоднее, за мое заднее место, чем спина, не знаю, есть фильм, один я видел, старый фильм такой, в общем, Первая мировая война, такой-то, библиот, с войны бежал, и попал, к старообрядцам, вот, и, в общем, была там женщина, она родила, ну, уродца какого-то, я не знаю, ребенка, и их сожгли, в общем, к дереву привязали, ее и младенца сожгли, говорят, это от сатаны, у тебя ты проклятый, вот, дела такого, их сожгли, могло такое быть вообще? Да, могло, могло, не надо сегодня защищать, а то сейчас говорят, там какой-то богослов, у католиков смотрят, и там вот, там сегодня чего, вроде этой хрустальной ночи не было, когда в одна варфоломейская ночь 30 тысяч зарезали, инквизиция, инквизиция католическая, унесла 12 миллионов человек, а сегодня на 12 человек как останавливается, а в архивах нету, и про Сталина в архивах нету, а куда делись все инвалиды войны, которых было 4 миллиона минимум, в одну ночь все исчезли, куда они делись, сейчас фильм поставленный, заряди, как их уничтожали, куда ссылали на островах, и там приезжал художник, рисовал, нету в архивах указания, что они глупые что ли, Хрущев участвовал в подписи, скольких документов, которых расстреливали, запрашивал дополнительные, дал указания, все убрали, 12 миллионов обошлась инквизиция, вот и все, могло быть такое, могло, ведьму бросили, водоем бросали, если она выплыла, значит ведьма сжечь, а если утонула, Божьей милостью, можно помолиться, все было, не надо отрицать этого, не надо, раз мы это замазываем, значит, будет повторяться, а надо выйти и сказать, я грешен, будь милостив ко мне грешному, и чтобы вперед, к этому не приближаться, надо всегда пользоваться опытом, статистикой даже, я вот выставил, из мракоязычества, когда у нас тут 5 лет, Цепенникова, кандидат наук, исследовала 100 групп, 5 лет, 3000 студентов, и она показала, на 300, а там 3000 студентов было, на 300 человек, только один что-то знает, искрещенных, моченых, брак сплошной, 99,3% брак, я, и это наша имперхиальная газета, Алтайская миссия напечатала, я с ней встретился, разговаривал, и этот материал выстоял, из мракоязычества, у вас есть он, наверное, я скину его вам здесь, под роликом, есть, да, и поэтому, нам надо, есть, Игнатик, сейчас, вопрос, вопрос такой вот, это, Бог хочет всем спасти, всех людей спасти пришел, да, так и написано, всех, без исключения, это намерение, намерение его, намерение выражено Бога, да, всех, Бог возлюбил мир, и любовь доказывает тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками, любовь в этом доказывает, но примешь ты или не примешь, это от нас зависит, Бог не желает смерти грешников, потому что все пришли к познанию истины, это Библия говорит, все, если бы было еще, если бы предопределений нет, кто предопределений нет, кто привел, а кто зерно дает. Предопределения есть, кого предопределил, тех и предузнал, так написано, есть предопределения, но оно, это предопределение меняется, Бог знает, что ты изменишь, Он знает конечный результат, я образно даю такую картину, но я говорю, ты веришь, что Бог все знает заранее, да как Он может знать, а еду со священником, а Он любит кататься на машине, и что Бог знает, все обороты карданного вала у него, я говорю, ничего себе, неужели же не знает, но вот я говорю, давай, вот сегодня я тебе утром принес письмо, а в нем, что написано, ты не знаешь, а написан, завтрашний твой день, вот проживи его так, а вечером ты увидишь, и вот этот человек, конечно, за мной подсмотрели, я встаю в 4.40, я первым делом во двор выхожу, потом мы молиться начинаем-то, а я сегодня по-другому сделаю, мы встанем в 2 ночи, и окно откроем, в дверь не пойдем, а в окно вылезем, и сходим в соседний туалет, в соседнем доме, во дворе, я сделаю все по-другому, и когда пойду в город, через забор перелезу, пусть загадаются в письме, а письмо у меня лежит запечатанное, печать тургучная, все, вечером я пришел, через сарай перелез, с другой улицы, все по-другому, и ел не то, и обедал не там, а когда стали считать, написано, в этот день человек встал в 3 часа, пошел через забор, в соседний двор, в туалет, зачем же я это делал, надо было делать как всегда, вот тут и оно, он знает, и выкомуривать, вымудриваться не надо, не надо, он знает, кого предопределил, тех и предузнал, но предузнание, предопределение это не носит окончательный характер, но окончательно Бог знает, якова я возлюбил, а Исаава возненавидел, когда в утробе были, за что ненавидеть, когда я не родился, апостол Павел отвечал на многие вопросы, на этот вопрос он не мог ответить, Иоанн Анатолий говорит так, апостол Павел крикнул, как будто и ударил по столу, прекратить, не задавать вопросы, кто ты, что споришь с Богом, Бог из своей глины может сделать любой горшок, и ночной горшок, и вазу для царской трапезной, все, это не отвечается, кого предопределил, тех и предузнал, и дальше все это определенно говорится, а вот сказали, допустим, мне сказали, ты не спасешься, ты отверженный, ну и что, я бы смирился с этим, нет, конечно, а Господь говорит, если я скажу, вынес определение, а человек покается, отменяю первое, постановляю второе, вот в чем смысл, он любовь, он дал мне свободу, но судя по тому, какой я есть, явно видно, что я не туда иду, так каждый человек должен рассудить, Бог все знает, конечный вздох мой, последний поворот земли, неизвестен, человек на вас нападает, а вы не отвечаете, я высчитываю, что за этим будет, я не 100% не уверен, что он все искренне сказал, может он меня проверяет, как я отреагирую, я поэтому не отвечаю никак, я только усиливаю молитву, я не могу быть ему врагом, потому что у нас были хорошие моменты, никогда, а вот, а можно сделать так, чтобы на Сергея Козлова сказали, не может, ни один сделать, почему, во-первых, я сострадаю, во-вторых, мы давно знакомы, и в-третьих, я люблю, просто люблю сострадание, в сострадание в любовь вхожу, вот так отвечу, нельзя сделать, а он поднимется на вас, будет говорить, усилию молитву, слезы выпрошу у Бога, по ведру в день буду выплакивать, но сказать открыто, ничего не скажу, это мои друзья, что говорить, если говорить, если говорить, я бы уже давно стал бы говорить, да и это, насчет Максима, Игнатьевич, Максим-то, особо вы это, не думайте, он, Максим-то и сожалеет, тоже об этом, то, что сделал, ты бы знал, как я молюсь за него, ты бы знал только это, это знают только люди, от счастья, которые здесь, когда они уходят, я один остаюсь, перед Богом, меня не надо заставлять, меня Бог избрал, и 27 сентября 1962 году, моя жизнь абсолютно другой стала, у меня врагов практически нет, меня со всех сторон клеймят, а то сейчас нападает на патриарха, вы видели ролик у меня, помогите патриарху защититься от монахов, меня из Америки, везде, да как вы можете, да то другое, я всем отвечаю, патриарх Кирилл, не виновен ни в чем, он нового ничего не доставил, католикам уже все предано, что вы нападаете-то, хватились когда, вы посмотрите, как крестят и везде, вот вчерашний ролик, я его, кажется, сегодня выставил, посмотрите, я привожу, что говорят архиереи русско-православной церкви, которые живые сегодня, что говорят о крещении, а я им всем рассылал, мои материалы, архиереи МП, Московская Патриархия печатают, ни один, ни два, а сколько мне они говорят, что благодаря вам, мы это теперь строго, но они последний шаг не делают, они объявить должны, вот эти мокрые ладошки, икропления вне закона, и скорее успеть покрестить, вот и весь ответ, они эти люди, которые на меня нападают, они даже не знают, что им не по зубам со мной бороться, почему, потому что за меня молятся, столько людей, столько входит, а вы могли бы за меня молиться, вот вчера только сколько, я их записываю, и они молятся за меня, молятся, молитва самое главное, что в этом вопросе, связь с Богом, живая связь, живого человека, живой молитвой, я только молюсь, да для меня рядом люди, а как вы это знали, ничего я не знал, так уже в дверях звонит этот человек, а его не было, он священником, я говорю, а ты как узнал, не знаю, у меня такое побуждение было, немедленно должен прийти к вам, а тот молится, теперь числа стали соединять, это был день, когда меня готовились убить, убить, и сказал это убийца, убийца пришел потом, и сказал мне, но помешал один человек, они на него не рассчитывали, что он так будет, а убивать надо было вместе с ним, а следующий тут уже, а я подал, такой ход сделал, уже выходить, и теперь мне говорят, а теперь тот человек за тысячу километров, мне говорит, а к нам приходил вот такой, это он узник был, правда он латыш, правда он протестант, и сказал, а где этот братик молодой, он говорит, да на корабле он в море, у меня такое желание за него молиться, я приехал, когда узнал, в какое время молились, а потом узнал, когда убийца мне сказал, когда я увольнялся, я об этом писал, это Бог так делает, один говорит, я это считал уже, а других, он ходил там где-то в Индонезии, или где, ну и один решил его убить, он на тропе засел, и не убил, а потом коснулось так, что Господь его сердце тронул, и он обратился, и пришел к нему и говорит, скажите пожалуйста, а вот такого счастлива, вы там шли по этой горной тропе, он говорит, да, я там и был, а что за люди с вами были, какие люди, я один шел, нет, говорит, у вас шло 13 человек, или 14, а у меня заряда было только 3, и он понял, за него молились, были ангелы Господни, в моей жизни это было, и при том не один раз, я знаю силу, связи с Богом, Игорь Михайлович, нам не об этом надо сейчас думать, время приближается, сейчас уже говорят, в этом году, возможно уже летом, в середине лета уже, активируются вот эти, ну, бывает, возможно, что и ядерные удары будут. А я все время об этом говорю, для меня разве это тайной, я все время об этом крещу, в книгах везде, об этом, нам ли гоняться друг за другом, еще не, во мне корень зла нашли, ну, меня не будет, давайте, ваше большое желание у меня не было, я умру, так я в 77 год, что спрашивают-то, лет человеческие-то не столько даже, ну, нет меня, что изменится-то, я говорю, что с завтрашнего дня, если Бог благословит, я начну озвучивать книгу к истинному православию, я 40 лет собирал для нее материал, каждую Пасху я рассылал, от руки писал, всем до одного архиерея православной церкви, и сегодня почти везде делают купели, и мне говорят, это вы пробили все, вы пробили, видите как, 50 лет это не 2 года, 50 лет я об этом крещал, православие это церковь, и надо работать, не клепать друг на друга, не жаловаться, не искать сотоварищей по злосчастью своему, а он нападает, они не верят, что я молюсь, и молюсь искренне, Господи, ты меня счел достойным, принять последнюю награду, это такой терновый венец, златоуст говорит, поношение, вот это, от товарищей, переносится намного сложнее, чем болезни, проказы, Иов вытерпел проказу, а поношение от друзей не вынес, но я усилию молитву, Господи, дай мне такую любовь, чтобы молитва была моя, как за самых лучших друзей, они венец не сплетают, но им выпала такая участь, а не он там бесовский, там то другое, да я знаю, беса нет во мне, я чту отца моего, вы бесчестите меня, вы знаете, где это написано, определяет беса, где будет в аду гореть, я ничего не знаю, я знаю, Бог мой любит меня, я старался прожить жизнь бескомпромиссно, это видят люди, это видят все, и органы, и все, они меня исследовали далеко-далеко за бабушкой, и не нашли ничего, исследователь говорит, первый раз встречаюсь, такими деньгами ворочать, и дома вообще ничего нет, одни доски, я тебе по волосинке волосы выдержу из бороды, но докажу, где деньги хранятся, я говорю, нет, бороды вы не коснетесь, я только вернулся, а он, молодой исследователь, умер, прокурор умер, и ничего нигде не нашли, потому что нет, а у меня дома в разных городах, нет у меня домов, этот дом мне Бог дал, я выиграл этот суд за то, что меня конфисковали, у меня все удивительно и чудно, мне есть за что богославить, какие у меня друзья, сам я ничто, а какие у меня друзья, мой дядя так говорил, Степан Дмитриевич, надо научиться видеть интересно, я иду с моей мамой, а она говорит, подошва оторвалась, надо же, стелька-то отцепилась, я сразу достаю записную книжку, отцепилась, понимаете, как это интересно, я с кем бы не был, у меня все время записи идут, я не журналист, но мне так интересно, вот этот говорок, как вот Владимир Иванович Даль записывал, это интересно, а если бы не было интернетом, ничего подобного, я бы нашел работу, всю страну наполнил катушками, всех святых отцов пересчитал, это сотни, если не тысячи экземпляров, а интернета не было, а если магнитофона не было, я не сидел дома, я ездил, встречался с писателями, с художниками, с всемирно известными, вплоть до министерства, и всем свидетельствовал, в ООН писал, масонов призывал к покаянию, патриархам, у меня в год уходило 1200 писем, каждый месяц по 100 писем, конвертов, так что, а тем более сейчас я в интернете, это Бог делает так, а то и для инвалидов, или для пенсионеров, это что, холодильник, телевизор, туалет, вот треугольник, да разве можно так жить, надо жить интересно и красиво в бедности. Людям не нравится, что вы говорите, что вы говорите, жить надо азартно, можно как по-другому отдать их разделение, вот это красочное. Ну я редко говорил, один раз сказал, ну что-то цеплять это, ну я же объяснил, что такое, я с Моисеем на своей вершине, в последний раз гляжу из-под руки, враги с собаками, с биноклями в машине, мой след вынюхивает у кустов реки, моя погоня гнались до упаду, я отошел, не достигаем вам, прощать земля, азарт, закон ограда, мой труд следы, считайте по слогам, я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу, со златоустом путь, житийный пройден, с той стороны земли, на все гляжу, то есть азартно, с огнем, я вот какой смысл закладываю, с огнем, то есть, мне как влечет это, мне это интересно, вот я занимаюсь детским лагерем, вы посмотрели бы, это самокат, я на нем катаюсь, с ребятишками играю, веду, веду на деревья лазить, надо сам могу залезть, то есть, это я называю азартом, то есть не стареть, какое бы я делал, а не делал, мне все говорят, ну разве может так работать, все, даже коллеги подползают и помогают, я делаю печень, сажа глина, хозяйка такая, да родная там, хозяин перед ней, но она посмотрела, развернулась, второй раз пришла, третий, и начинает дальше уже помогать, вы так азартно работаете, у меня выработка всегда почти была 280-300%, я азартный человек, вот в чем, в работе, в работе, у меня как бы огонь такой, я должен сделать, с высшего качества, чтобы работа была, три нормы дать, и так прожил жизнь, а эти, которые говорят, они на стройке не работали, у меня три грыжи на позвоночнике, но мне интересно это все, азартно, так что здесь ничего плохого нету, я заменяю его, ну проблема мне не нравится, а вы говорите, проблема, я начинаю, нерешенный вопрос, слово азартно, то есть все время меня как бы побуждают, я вхожу в такой вагонь буквально, мне интересно это делать, с живинкой делать, если я решил, белый отец Сергий у Толстого, он везде хотел быть первым, плохо получалось иностранным языком, оттащил ни один странец не отличит, конские скачки никак, на первое место, это отец Сергий у меня такой был, вот у меня такое же было, если я чем занимаюсь, довести до совершенства, фанатизм, говорят, в этом возрасте, говорят, насытился жизнью, я не могу этого сказать, у меня стихотворение написано на это, мне интересно жить, умирать-то тяжело, когда вот привязка такая к жизни, любовь к жизни, тяжело с ней расставаться, я вот ее ненавижу, эту жизнь, я ее терпеть не могу вообще, я люблю тебя жизнь, что само по себе и не ново, я все время эту песню включаю и пою, у меня все это есть, все, я радуюсь детям, обращенным, вот вчера только получил два письма в интернете, которые благодаря вашим роликам, я познал Христа, другой, я был баптистом, пришел, я столько получаю, я их не открываю, нельзя, потому что за мной эти гоняются, которые во мне врага видят, и они их начинают заливать, а которые говорят, а я их не боюсь, ничего не делать, я тогда открываю, кто они такие, я живу в радости ежедневно, вот сейчас собаки еще не кормлены, все собаки меня знают с улицы, они ждут меня там. Это понятно, это интересно, как бы, допустим, от этого, вы легко, допустим, отстаете от жизни, да, вот, отошел и забыл, да, легко отвязываетесь, привязываетесь. Нет, не легко, я стихотворение написал в тюрьме, когда меня посадили, нелегко, это означает, я никогда не скажу так, ну, не нравится, я могу уйти, я считаю таким, за свое место не держусь, я держусь за свое место, я староста, начальник детского лагеря, я в разных университетах преподавал, я никому не уступлю свое место, доколе мне не докажут, что он сделает лучше, потому что те люди, которые мне доверились, они после меня должны получить только высшего качества, но не низшего, ниже не надо вести, я с трудом их подвел к этому рубежу, люди, которые ходят у меня, ходили в университет, ни одного врага нету, ни одного, я один только написал, по телефону позвонил, у меня такое положение, я буквально умираю, лежу, я хочу перед вами покаяться, каяться, саша, а в чем ты каяться хочешь, так я к вам на дом приходил, ну и что, что тебе плохо было, да не в этом дело, меня же КГБ послало к вам, я все им писал, докладывал, ну еще ты сказал, докладывал, Кощетков фамилия назову, ну еще ты докладывал, а что у вас сестра живет, родная моя сестра, ровно она 20 лет моложе меня, 10 июня рождение такое же, она работает на аппаратурном заводе, что ты мог сказать-то, а что люди к вам приходят, ну ты сказал, что дальше, они спросили, чем занимаются, ну да, говорит, жена пироги хорошие пищет, квас, а потом, а потом Библию открывает, учит, ну так ты наоборот молодец, что ты им сказал-то, они видят, я не враг, умирай спокойно, умирай, ты мне не враг, я за тебя помолюсь, на него так подействовало, это что он ожил, мне звонит, мне говорит, понимаете, и умирать уже неохота, Инатич, какой тут интерес будет, если нам Господь предлагает, неведомое, неслыханное предлагает, а какой тут тогда интерес-то может быть? Отец Кирилл Сахаров, с Берсеневки, это все написал, я Игнатьев эти вопросы задавал, он говорит, знаю, отец, знаю, я там не был, не видел еще, а здесь голуби у меня, здесь друзья, люди, там мы еще будем, а здесь никогда не будем, и апостол Павел, и Петр, и Иоанн об этом говорили, я считаю, говорить такие слова, как Моисей сказал, отучи меня из книги жизни, и Серафим говорил, два человека говорили, они не знали, что говорили, они не знают, что такое быть разрушенным с Богом, я этого не скажу никогда, что пользу весь мир приобретешь, всех спасешь, а душе повредишь, я понимаю, он сказал это по неразумию, Господь на такие молитвы не отвечает, кого изгладить, изглажу, но он показал, такая любовь к еврейскому народу, у Серафима такая любовь была к священникам, Бог говорит, не пощажу, вот и все, я там не знаю, что будет, и я это сказал отцу Кириллу Сахару, и он написал, Игнатий говорит вот так, вот она калека, а я привык к ней, мне умирать легко будет, наоборот, в хорошие руки передаю, я каждый день молюсь, Господи, молюсь Ангелу Хранителю, вот мое оружие, ты не можешь перебирать, я молюсь Ангелу, Ангел Хранитель, сколько лет ты меня защищал, я припоминаю, где я при смерти был, прости, где я не поблагодарил тебя, за сегодняшнюю ночь благодарю, и прошу тебя, дорогой мой Ангел Хранитель, от Бога данный, не покинь меня в смертный час, когда душа будет разлучаться от этого тела, и проведи душу мою помытарством, страшным и непонятным, и веди мою душу в вечное царство Христа навеки, это моя молитва, я просто от души ее говорю, она составлена в моем сердце, мы все молимся об этом, я не нашытился жизнью, не нашытился, мне все интересно здесь, я как вот ребенок, говорит, а как вы себя чувствуете, не старше 25-30 лет? Иван Тихович, у меня душа выходила из тела, ну, может быть, максимум 2 минуты я был без тела, понимаете, я ощутил вот эту, вот эту вот необычайность, вот этого бытия без тела, и уже я, я уже не могу, вот, я не могу дождаться этого момента, когда я опять вот покину его, это же мерзость, вот, это просто неописуемая мерзость, это тело. я не достиг этого совершенства, я человек страстный, вот работа какая есть, вот вы будете когда, просто, ну, разговор зашел, то опять будут умирать, о себе говорит, но, как буду говорить, скажите, переплетали когда-нибудь книги? я переплетчик-реставратор старинных книг, отдельную книгу в мешке только нес от старобрядцев, не унести ее, какая книга, старинный метод, шнуровой, я любое покажу, я над одной книгой сидишь иногда неделю, вот она, обыкновенная, это, тетрадь, клеточку, вот она какая, вот она, а теперь это, теперь вот она переплетенная, 280 листов, умножь на 2 страниц, вот она как сделана, отпечатана, это маленькая записная книжка, ну, видно, как рука моя, а который в полный лист, сколько я их сделал, переплетел книг, минимум, 3000 томов, и может сотни переплетчиков, там все бесплатно, еще непонятно, что я азартный человек, научившись, я уже и вдруг не выпускаю ремесло, непрерывно, я люблю шить, и всю дорогу, когда ехали где-то, я что-то перешивал, заплатки, то сиденья шью, то у ребят что-то оторвалось, мне все интересно, была дырка, сейчас ее нет, я ее зашил, самое маленькое, меня это радует, а вот ребята рядом, они слышат, как я разговариваю с голубятами, я разговариваю как с тем, что мне дорого, так нельзя разговаривать с птицей, я захожу каждый день в голубятни, и Христос воскрес, они голову на бок смотрят, ну, как вы тут живете, а вы знаете, что Бог над вами есть, я им о Боге свидетельствую, проповедую на голубятни, а когда время есть, и сто поклонщиков там, ну, все тогда, да, на вас, если выходят, мои, которые противники, вы утишьте их немножко, скажи, время дорого, это лето будет жарко, вам я не нужен совсем, они, они на меня уже, Ирина Тихщик, они на меня уже не выходят, они меня тоже бесноватым вызывают, ну, зря, конечно, ну, зачем это нужно-то, скажите, что я на них ничего не имею, прошу прощения, если обидел, ну, мало ли еще, простите, ради Христа, я говорю вам, я на них, они на меня не выходят, они меня тоже бесноватым, они меня к покаянию призывают, они говорят, что я от вас беса подхватил, теперь я тоже бесноватый. Бесы-то еще, это какие-то вши-ногашники, или что? Ну, да. Это очень большие святые, если они знают и подхватывают, без вашего ведома, это, они знают, что у человека верующая защита от бесов. Во мне, Христу говорили, бес в тебе, он говорит, беса во мне нет, я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Ответ один, напрасно они так говорят, не надо этого говорить, это строгое изыскание за это будет, они могут похулить Духа Святого. Вот что беда, назвать бесом. Я отошел, благодарю, прости меня, сейчас пост будет, я у всех прошу прощения. Во имя Иисуса Христа, простите меня ради Христа. Да, и вы меня прощите. Аллилуйя, прощайте. И вы меня прощите. Я всех прощаю, их старого возврата нет, надо скорее работать. За мной не надо гоняться, потому что я слишком немощный. Пока они меня бьют, я уже в другом месте. Вот сейчас все. Все, отошел. 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 Отошел.